На кого же все-таки работали наемники? Наемники одна из самых загадочных группировок зоны. Принято считать, что они разрозненные отряды и никак одни наемники не коррелируются с другими наемниками, но наемники имеют четко выраженную структуру и имеют четко выраженную заказчика, кто он такой и почему, я пытаюсь это объяснить. Обратите внимание, что все наемники как в чистом небе, так и в тенях Чернобыля и Зои Припяти носят синие комбинезоны с нашивками в виде орла, ну или грифа. Запомним это. А теперь, внимание, символ одной организации, которая существует в реальности. Оп! Обратите внимание, синий фон и орла. Была ли это своеобразная подскалка разработчиков Сталкера или нет, дополнительно мне выяснить не удалось. Но обратите внимание, синий цвет и орла еще раз. И также, почему наемники работают на ЦРУ, это объясняется просто. Дело в том, что ЦРУ давным-давно вербуют под свою опеку разные частные военные компании по всему миру. Они это делают ради того, что в случае неудачи, провала или какого-нибудь скандала от них отречься. Спасибо за внимание. А, еще они, прошу прощения, еще они, конечно, бросаются тот факт, что вооружены натовскими, не просто натовскими, а американскими штурмовыми винтовками. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.